Что делать, когда житовый комфорт? Залежит у себя от семи преступок, которые становятся непередольной пирожкодой. Размова об семье, в которой растет дитя инвалид. Хлопчик не может самостоятельно выйти на улицу, а инвалидную коляску у мати просто не засталось сил тягать по преступках. Как выращали проблему, доведалась Марина Северьянова. У Алены трое детей. Сын и дочка совсем маленькие. Ходит в детячий садок. Старый сын инвалид-колясочник. Зараз жмодетная семья живет в Аурыцком, а у Красной недавно набыла квартиру. За то, что дитя не может самостоятельно рухаться, квартиру попросили на первом поверхе. Але и тут возникла проблема, как переодолить преступки от ухода до жилья. Нам сложно спускать ребенка на улицу, потому что все-таки четвертый этаж – это тяжело. Мы построили квартиру, так как многодетная семья, на первом этаже, для того, чтобы нам было удобнее спускать, поднимать ребенка с коляской. Но, опять же, здесь же ступеньки. Это тяжело. И за помощью мы обратились в Гомельский районный УКС, для того, чтобы нам помогли приобрести подъемник для инвалидной коляски. Откликнулись? Откликнулись, да. Откликнулись. В течение года нам установили подъемник, за что мы очень благодарны. Теперь мы без препятствий выходим на улицу. Ребенок наш может дышать воздух. Подчас интервью Олена не может стримать слез. Здоровые люди на Урате назовут с оправданным счастьем махчимость беспирошкодно гулять по улице. А для подлетка, прикованного до инвалидной коляски, это, бадай, что самое главное в жизни. У мати за шматых годов литерально стратила здоровье, поколь носила кресло с сыном на улицу и снова до дому. Замочек сняли. Спустили платформу. Здесь ставим коляску. Коляска никуда не съедет, потому что борты подняты, опоры есть для коляски. Ну и дальше я стою вместе с ним и подниму. Может, вы держите коляску и вас рядом? Да, да. И дальше мы поднимаемся вверх. Видите, что вам тяжело сейчас? Нет, нет, это не сложно. Но это можно сравнить с ручной мясорубкой. Дорога, добрая справа обошлась и управление по капитальным будовницам Гомельского района прикладно уже с половой тысяч рублей. Но на такие мы это тратить гроши не шкода. С этого года конкретно на домах такой этажности уже проектируется и будем начинать строить жилые дома с лифтами, которые позволят улучшить проживание всем людям в таких жилых домах. Ну, вы имеете в виду лифты широкие. Широкие, да. Это инвалидное кресло. Конечно. Но, кроме того, что проектируются дома с широкими лифтами, наверняка лифт должен приходить сразу на площадку без ступенек, правильно? Да. Безбарьерная среда была соблюдена от начала до от пантуса, который идет к лифту. Абсолютно верно. Так, как в многоэтажных зданиях города Гомеля и остальных. Про планы по развитию инфраструктуры Гомельского района, перспективные будовничные расшения, новые микрорайоны, электродомы мы расскажем о программе «Великая будовля». Глядите на телеканале «Беларусь-шетры Гомель» 31 студене у 19.01.45 хвилин. Марина Севриянова, Сергей Лукашук, телерадой компания «Гомель», Гомельский район. Марина Севриянова, Сергей Лукашук, телерадой компания «Гомельский район». Марина Севриянова, Сергей Лукашук, телерадой компания «Гомельский район». Марина Севриянова, Сергей Лукашук, телерадой компания «Гомельский район».